вторая тема динам 100 что шумела прошлом году вот где в том что это некой третий подход к понятию дизайн-менеджмента цифровых продуктов есть аналоги слова динамиджмент за лидерство их стратегия динопс но они все говорят примерно про одни и те же методы единство что у них разный фокус вот фокус динопс это масштабирование что любой метод и практика они должны быть такими что их может взять любой дизайнер в компании любая команда и они у него заработают а в остальном ровно то же самое описано в этом ничего нового нет но фокус хороший и скопнуть в историю менеджмента то сама дисциплина существует лет 150 начиная с первичной революции 19 века потом у нас в середине прошло века появились агентства системные которые начали опять же это дело с клиентами в 80-е появились компьютеры массовые появился дисциплина чего компьютерное взаимодействие где начали появляться методы уже именно про свои продукты в 2006 году появился района стартапов которая в отличие от комовских выжила начала расти как бы и начала как-то систематизироваться начала пытаться дифференцироваться а в десятом году крупняк типа microsoft и google они посмотрели что оказывается apple то не зря дизайном занимается это помогает продукт продавать и в общем-то пошла ренессанс интереса к дизайн-менеджменту и вообще поиски запуски серьезные целостных унифицированных продуктов большие команды связанные дизайнеров то есть вот я считаю как бы нормальным рождением дисциплины за на же современного это десятый год когда это появился вот в разных крупных компаниях в мире вот идея в том что чтобы продукты и дизайнить нам сначала нужно зарезать организации потому что по сути это та самая машина плохая которая выдает плохие продукты пока вы машине почините вас явно производство как бы не лажено не будут давать чего-то более хорошее поэтому надо докопаться сначала до самой машины до самоорганизации вот и я собственно этим занимаюсь как раз мыру описал на основе нашего опыта некую серию статей по их статей это назвал сейчас тоже переименовываю там есть концепция модели зрелости дизайна то есть как компании становятся более адекватными то есть сначала нас хаос когда дизайн дело кто попал разработчики менеджеры бабушка чей-нибудь может быть потому что никому или никто не знает дальше оперативный вариант когда появились дизайнеры они работают нормально они не косячат сами они вообще на своем уровне делают все хорошо к ним нет вопроса следующий уровень тактический когда не просто дизайнер есть а целостная команда продуктовая то есть мы как бы единый организм вместе работаем на продуктам вместе развиваем и получается вообще огонь и когда у нас вот эти два уровня слажены мы думаю можем думать уже дальше о том как влиять на продукты вот потому что когда у нас тылы не прикрыты то очень сложно пример привожу что чтобы тебя зубы не падали нужно зубы чистить регулярно это самая гигиена и вот первые два слой как раз гигиена про то чтобы ты мог потом ими щеголять в каком-нибудь кино на примере покажу как это у нас истроено в среде том что это все идет о ценности для бизнеса то есть зачем компании общем нужен дизайн дальше некий способ решения через что мы будем добиваться этой ценности реализации но и паттерн конкретная методика и практика дизайнерская менеджерская то есть как это мы сделаем вот я выделил всем ценности для бизнеса наверняка там другие будут других и выделять это качество продукта это скорость выхода на рынок это снижение рисков привыкнуть на рынок, это увеличение аудитории прибыли продукта, это усиление бренда, это найма развития дизайнеров и осознание ценности дизайна. И, собственно, по всем этим вещам мы можем компании ценность перенести, если мы будем все свои активности через это пронизывать, нас будут слушать гораздо охотнее. Разберу один для примера и покажу, как мы это используем на практике. Собственно, качество продукта самое понятное, то есть повысить его, чтобы ценность для пользователей увеличить и снизить затраты на поддержку. Где мы можем быть полезными, то есть смотрим на всю, вот как компания устроена, где дизайнеры вообще вовлечены. Первое – это мы сами, то есть какие макеты мы выдаем, как сделать на нашем уровне все лучше, то есть и вот как даже пошли паттерны. ОТС – это уровни оперативно-тактические, стратегические. Соответственно, что нам здесь может помочь, какие подходы. Это дизайн-ревью, дизайн-система, дизайн-долг, чек-листы, изобилие тестирования, общая дизайн-грамотность по компании, когда все не косячат, не только дизайнеры, явление план-продукта. Дальше. Двигаемся по цепочке. Здесь наладили работу, здесь все хорошо, к нам вопросов нет. Дальше у нас что? Это когда реализуются макеты. Что здесь нужно улучшить, чтобы это все заработало? Дизайн-ревью, дизайн-система, чек-листы, изобилие тестирования, ну и так далее. Идея в том, что, опять же, вот еще третий уровень, когда мы починили у себя на рабочем столе, дальше мы починили продукты, выпуски, дальше на уровне всей компании. У компании несколько продуктов, даже чтобы они были связаны, продуманы тоже. И мы пытаемся дальше выстроить всю компанию целостную. Поднимаемся постепенно, решаем вот как раз те проблемы организации, про которые я говорил, чтобы продукты выпускались на выходе хорошие. Это долго, это достаточно непростая история, но зато вы такую базу закладываете, что вы потом начинаете делать сильно быстрее и качественнее, предсказуемее. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok